МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственникам газифицированных квартир придется менять газовые плиты на электрические. Так будет безопаснее, объяснил сегодня министр регионального развития республики Сергей Новиков. На специально созванной пресс-конференции он прокомментировал ситуацию с газоснабжением региона. Алексей Гончаренко подробнее. Если вкратце, то суть проблемы с газификацией в республике такова. Единственная газораспределительная компания Хакасгаз – банкрот. Распродается имущество, увольняются специалисты, а альтернативной организации, которая могла бы обслуживать централизованно газифицированные дома, не имеется. И в каком состоянии сетевое хозяйство и групповые установки, расположенные во дворах в Минрегионе, не знают. Не представлены соответствующие документы, не произведены замеры по сосудам. И на данный момент у нас нет информации, что они находятся в исправном состоянии. Возникает вопрос, каким образом дальше эксплуатировать. Возможно, в этих газгольдерных установках все в порядке. Поскольку не будет единого поставщика услуг, то с муниципалитетами прорабатывается вопрос о создании собственных газораспределительных предприятий в селах и городах. Централизованно квартиры газифицированы в 11 населенных пунктах. Но, похоже, смогут создать такие организации только Черногорск и Абакан. Здесь больше всего абонентов. В остальных территориях услуга будет убыточной. При отсутствии газа придется переходить на электрические плиты. А энергетики не раз заявляли, что проводка в газифицированных домах не рассчитана на повышенное электропотребление. Не нужно ставить мощные электроплиты. Да, это не очень удобно. Но современные условия таковы, что можно найти двухкомфорочную электроплиту и приобрести, мощность которой 1,5-2 кВт. Так что мы здесь не видим, что будет какое-то глобальное увеличение энергопотребления. Почти 100 тысяч человек в республике пользуются газом. Половина из этого числа обеспечивается им централизованно, половина – баллонами. С газоснабжением в баллонах, пояснил министр, проблем не будет. Поставщики таких услуг имеются, обеспечены будут и льготники. Нужно обращаться в муниципалитет. Есть уже списки и критерии отнесения граждан к социально незащищенным слоям населения. Поэтому, пожалуйста, пусть обращаются. Мы внесем в список и, соответственно, рассмотрим этот вопрос. Примерно до конца года Хакасгаз еще будет исполнять свои обязанности. В дальнейшем все будет зависеть, как вопрос с газоснабжением решат в муниципалитетах. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Кадровые перестановки в Абаканском аэропорту. Пост генерального директора покидает Александр Кочетков по собственному желанию. Заявление об увольнении он подал сегодня. Напомним, как кризисного управляющего его назначили в июле прошлого года. За последнее время у руля воздушной гавани Хакасии сменилось несколько руководителей. Сергей Тучкин, возглавлявший компанию до марта 2012-го, был отстранен от должности, на которой пробыл всего год. На его место поставили Виктора Плынина, за плечами которого большой опыт работы в профессии. Но и его спустя непродолжительное время заменили на Александра Кочеткова, который на тот момент был заместителем главы региона. Пост директора, несмотря на заявление, за ним сохранится до ноября этого года. Так как по процедуре назначить или уволить руководителем вправе только совет директоров. Ближайшее заседание которого намечено на начало ноября. Информация о кадровых перестановках вдвойне неожиданная, учитывая явные улучшения в работе аэропорта. К примеру, только за последнее время увеличилось количество выполняемых рейсов и направлений. Из Абакана стали регулярно летать не только в Москву, но и в Новосибирск, Томск, Барнаул. В конце месяца вылетит первый самолет Абакан-Бангкок. Сегодня говорят и о других международных направлениях. Озвучены сроки открытия рейса на Турцию в Анталию. Май 2014 года. Крупные туристические компании, изучив рынок и спрос, рассматривают и направление Абакан-Египет. Добавим, места в первом самолете за границу в Таиланд уже выкуплены практически на 100%. Несмотря на октябрь, не самый активный туристический период в этой стране. Из хакасских колоний в ближайшее время выйдет 140 человек. И очередная амнистия заключенных здесь ни при чем. Согласно ведомственной реформе, под сокращение попадают как раз сами работники системы исполнения наказаний. Подробности в репортаже Константина Кравцова. В Хакассии 8 учреждений для содержания заключенных. Общее количество узников около 2,5 тысяч человек. Тех, кто их охраняет, на треть меньше. Но это сейчас. Согласно реформе, до 1 января штат сотрудников ВСИН необходимо сократить на 15%. 140 человек. В большинстве офицеры. Мера коснется всех колоний, в том числе и республиканского управления ВСИН. Как будет идти работа и выполняться задачи с нового года, здесь пока понимают слабо. Но надеются все на ту же реформу. Количество осужденных, во-первых, сокращается, даже по сравнению с пятилетней давностью достаточно существенно. Плюс у нас очень широко в настоящее время в учреждениях внедряются технические средства охраны и надзоры. Мы выражаем надежду, да и уверенность в том, что нам удастся полностью держать обстановку под контролем. Хотя, конечно, первое время будет трудно. Полторы сотни сокращенных тюремщиков стали в том числе проблемой республиканских властей. Впрочем, вакансий, правда, из гражданской сферы в Хакасии хватает. По данным Госкомзанятости, только в Абакане и пригороде более полутора тысяч мест. Мы посмотрели подходящее для вот этих работников. Ну, где-то вот 160 вакансий могли быть рассмотрены. То есть, да, если в системе УФСИН работают ведь с разным образованием, мы отдельно смотрели, есть и вакансии и для педагогов, и для медиков, и для юристов, да, и для, конечно, работников с техническим образованием. То есть, считаем, что работу подобрать можно. Что касается в целом самого реформирования, российская колония, ориентируясь на Запад, должна стать более гуманной к заключенному. Уже сейчас в макетах можно сравнить камеры нынешние, спартанского характера, без особых изысков, и буржуазного манера с мебелью и телевизором. Она напоминает, в принципе, даже санаторную комнату, только единственное, что двухъярусные койки немножко сбивает вот с этого определения. А так, в принципе, да, очень удобная мебель, только двухъярусные койки, остальное все продумано так, как сейчас в общежитии. Согласно реформе, Россия должна в будущем уйти от понятия колония, останутся только тюрьмы. Рецидивисты и те, кто приступил закон впервые, содержаться должны раздельно. А в каждом учреждении будет свое телевидение и газета. Все это и не только по планам должно быть реализовано к 2020 году. А пока дух изменений чувствуют на себе лишь сами сотрудники системы, особенно те, кто попал под сокращение. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. В Хакасии осужден педофил. В колонии общего режима 32-летний мужчина проведет три года. Его застали за развратными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетней прямо в поезде Новокузнецка-Бакан. 13-летняя девочка спала. На месте преступления педофила застали попутчики и проводницы. Она же сообщила в полицию. Накануне Аскизский районный суд признал мужчину виновным. Добавим, друзья и родственники осужденного отзывались о нем только положительно. Ни в чем подобном ранее он замечен не был. Три лесных пожара за одни сутки пришлось тушить огнеборцам в лесничестве Багратского района. В общей сложности уничтожено около 13 гектаров леса. Примечательно, что все возгорания были обнаружены днем примерно в одно и то же время. Причины пожаров пока не сообщаются. Рассматривается и человеческий фактор. Беспечность автовладельцев стала причиной сразу нескольких угонов машин в Абакане за минувшие сутки. Первое сообщение от владельца Toyota Corolla. Мужчина, подъехав к магазину на улице Вяткино, отлучился, по его словам, на полчаса. При этом оставил ключи в замке зажигания и открытую дверь. Незапертым оставил свой автомобиль и житель села Ковыльное. В районе гавань угонщикам хватило пяти минут, чтобы уехать на оставленной без присмотра шестерки. Еще одна машина пропала со двора дома на улице Аскизской. Наряд ДПС обнаружил Ниву спустя час после заявления от владельца на проспекте Дружбы народов. Добавим, этот автомобиль единственный из угнанных, который удалось найти по горячим следам. Брошены на произвол судьбы жители дома номер 40 по улице Гагарина в Абакане уже десятки раз обращались к коммунальщикам с просьбой решить проблему водостока. Безрезультатно. Наши корреспонденты попытались найти виновных или способных помочь жителям злополучного дома. Но, как выяснилось, напрасно. Кто отвечает за то, что у нас вода Гагарина 40, когда просили давно, что уже об этом сделать, и никаких сдвигов нет. Чуть ли не ежедневно, весной и осенью Юрий Ганичев звонит коммунальщикам. Уже несколько лет. Сырость в квартире такая, что жена постоянно болеет. Жалуется. Запах гнилостный стоит. Дышать невыносимо. Еще с легким у меня неладный. От сырости я задыхаюсь. Но они говорят, что надо все трубы менять, потому что тут уже все старые. Возраст дома действительно солидный. Больше полусотни лет. Клавдий Киричек живет здесь с самых первых дней. Рассказывает, раньше было сухо, тепло, уютно. Не то, что сейчас, когда коммунальщики даже в подъезде стены отремонтировать не могут. Ну вас хотя бы заштукатурили вот так, чтобы это. Неужели мы сами будем штукатурить? Неделю назад прошли дожди. Несколько дней домой жильцы добирались по мостикам. Жители возмущены. Плата за коммуналку больше трех тысяч рублей в месяц. А коммунальных услуг никаких. Сейчас вообще бросили нас. Бросили. Вот пожилые все, старые, никому не нужны. Даже не слушают. Звоним, звоним. Ничего. Никакой помощи. На ремонт в этом году денег нет. Возможно, не будет и в следующем. Дом слишком маленький. Восемь квартир. Собранных жильцами средств на запланированные расходы хватает едва. Не говоря о дополнительных. Согласно Финплану, из 46 тысяч осталось 16. Кроме того, у нас имеются деньги на капитальный ремонт на 01-09. У нас эта сумма составила 21 127 рублей. Должен быть протокол собрания. Там, где собственники жилья должны решить, куда я стою эти деньги. Что касается луж этих, то мы эти лужи после дождя откачиваем. Если делать планировку, отводить эту воду, то дело в том, что денег-то не хватит у них. Это на 16 тысяч никто планировку не сделает. Ну а что делать без денег? Что делать? Собирать деньги. Может быть, тарифы надо повышать. Пойдут ли на это собственники жилья, придется решать на общем собрании. Впрочем, результат его очевиден. Платить фактически некому. Живут в доме в основном пенсионеры, которым хорошие условия не по карману. Наталья Чудина, Юлия Константинова, Вячеслав Пустовойт, Вести Хакасия. В Хакасии вновь организована поисково-спасательная операция. На этот раз в тайге. В ночь с 9 на 10 октября мужчина ушел со стоянки «Ключ» в Баградском районе и до сих пор не вернулся. Охотничья избушка находится в 15 километрах от села Верхьерба. Сообщение о пропаже поступило только сегодня. Отряд спасателей сразу же выехал на поиски в район. Напомним, в эти дни разыскивают еще одного мужчину. Рыбака, пропавшего на Красноярском водохранилище в районе Суххакасии. Накануне к поискам привлекли вертолет МЧС России Ми-8. Однако даже многочасовой облет территории результата не дал. Выставка с интригующим названием «W» открылась в Национальном кровеческом музее. Название не случайно в экспозиции работы актера театра «Кукол сказка» Эрика Арутюнова и его жены, преподавателя детской музыкальной школы номер 2 Татьяны Виноградской. На семейном торжестве в честь юбилея одного из супругов побывала и наша съемочная группа. За этой дверью сказочный мир. Мир фантазии одной из самых талантливых семей Хакасии. Больше 60 работ представили на суд зрители виновники торжества Татьяна Виноградская и Эрика Арутюнов. Лучших работ, созданных за последние 10 лет, утверждает художник Анна Федорова, которая ровно 10 лет назад впервые познакомилась с их творчеством. Я тогда только пришла работать в художественную школу, и для меня это были новые люди. И сразу же получается, что я познакомилась с миром театрального искусства в каком-то плане, театральной графики и, конечно, с этой удивительной вышивкой. Вышивкой уникальной, которую порой не отличишь от живописи настолько точно, до мельчайших подробностей переданы полутона. Настолько выверена композиция, настолько чувствуется объем. «Яблоки на снегу» – одна из любимых работ автора. Интересно передать фактуру блестящую. Просто я этого еще не делала, так же, как у меня со снегом было. Я хотела пейзаж зимний, а потом как-то яблоки на снегу. Я думаю, что яблоки на снегу будут красиво смотреться. Подумала я, и еще я никогда не вышивала снег. Наверное, это здорово – повышевать снег. Получилось блестяще. Впрочем, оценку «блестяще» можно поставить и работам Эрика Арутюнова. Артист-кукловод представил не только куклы, созданные по его эскизам и под его контролем, но и графику, рассказывает, в последнее время увлекся этникой. Невозможно, понимаешь, жить на земле с богатой историей, с богатой культурой, общаясь с этими людьми, да, вот там, Слава Кученов, Петя такой, понимаешь, Чепрая наш, Саша Катажев, замечательные люди, там, Тома Честива, Алиса Алексеевна. Общаться с этими людьми и не пропитаться интересом к их культуре – это невозможно. Потому что они сами носители этой культуры, да, скажем, яркие очень. И общаясь с ними, хочется как-то свое видение, да, показать. К примеру, в этой серии «Древние богов», навеянных песнями Алисы Козласовой, или в триптихе, где можно проследить единство в солярных знаках – хакасском, славянском и, как ни странно, на первый взгляд, скандинавском. Убедитесь сами, выставка будет работать в течение месяца. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Двести Хакасия». А у меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости на нашем сайте вести.дфизхакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.